Работа общественного транспорта, ремонт дорог и новая техника. На коллегии Министерства транспорта Ульяновской области подвели итоги 2020-го, обсудили дальнейший план действий. Продемонстрировали дорожники и современное оборудование. Так в Ульяновском аэропорту в Боротаевке приобрели новый амбулифт, подъемник для посадки людей в самолет и машину для обработки воздушных судов зимой. До того, как мы приобрели амбулифт, приходилось вручную помогать людям руками носить самолет и выносить оттуда прямо на коляске. Сейчас вот загружаем, выгружаем с помощью этого устройства. Также среди экспонатов тракторы с насадками для сбора снега и полива растений. И кран-манипулятор. Прорывом прошлого года в отрасли стало обновление общественного транспорта. С помощью средств из областного бюджета было закуплено 145 автобусов средней вместимости. По городу начали ездить 29 современных низкопольных трамваев «Львенок» производства Невского завода электрического транспорта. 170 автомобилей переоборудовали для работы на экологически чистом топливе – метане. Также была создана региональная транспортная инспекция. Специалисты следят за соблюдением норм качества и безопасности пассажирских перевозок. Прошедший год стал тяжелым для отрасли, которую мы, тем не менее, прошли достойно. Транспорт работал бесперебойно, обеспечивал потребности в перевозках на оптимальном уровне. Сохранили и увеличили темпы приведения автомобильных дорог в нормативное состояние. Успешно реализовали мероприятия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сделано многое, но многое еще предстоит осуществить. В 2021 году в Ульяновской области запустить четыре новых асфальтобетонных завода. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 140 километров дорожного полотна. Продолжится развитие системы безналичной оплаты проезда. Сейчас идет переход на оплату проезда с помощью транспортной карты «Тройка». Ожидается полное переформатирование маршрутной сети с учетом потребностей населения, снижение количества дублирующих маршрутов. Путем работы с федеральным центром нам удалось снизить лизинговые платежи практически на 1 миллиард рублей. Наша заявка от Ульяновской области, от агломерации города Ульяновска заняла лидирующее место в Российской Федерации. Изменения коснутся и железнодорожного транспорта. К сентябрю на пригородных маршрутах начнут работать шесть новых пассажирских вагонов. С декабря планируется начать эксплуатацию двухэтажных вагонов фирменного поезда «Ульяновск-Москва».